Друзья, подписывайтесь на наш блог на спонсоре или бусте, тем самым вы ощутимо поможете нам в нашей работе. Все видео там выходят в раннем доступе до публикации на ютубе. Также там выходят ролики, которые никогда не появятся на этом канале из-за того, что их просто удалит этот видеохостинг. Этой подпиской вы поддержите нашу работу и мы сможем продолжить делать видео. Ссылки находятся в описании. В России появилась новая убойная связка ПВО А-50У плюс С-400. Благодаря новым самолетам ДРЛО, октябрь стал продуктивнейшим месяцем для триумфов. Но об этом сразу после того, как перечислим самые интересные события, которые произошли в нашей стране за неделю. Итак, Ростех отгрузил заказчику первый комплект полностью российской авионики для кабины импортозамещенного лайнера МС-21. Создан пульт, который позволяет управлять гидравлической, топливной, инерциальными, противообределительными системами, системами пожарной защиты, кондиционирования, измерения скорости, а также другими исполнительными механизмами самолета. Кроме того, полностью отечественным стало и светотехническое оборудование. В Иннополисе беспилотный автомобиль Яндекса впервые проехал без человека в салоне. Яндекс первым в Европе начал тестировать беспилотный транспорт без водителей. В Иннополисе действует экспериментальный правовой режим. Результатом внедрения такого режима станет создание национальной платформы управления беспилотными транспортными средствами, а также формирование новых рынков в этой области и накопление научного потенциала. Находкинский завод минеральных удобрений приступил к активному строительству морского терминала. Метанол будет поступать из резервуара по трубопроводу прямо на судно, что исключает его попадание в акваторию. Планируемый грузооборот терминала 1 миллион 800 тысяч тонн метанола в год. Портовая инфраструктура сможет принимать до 105 судов ежегодно. Российские специалисты разработали первые отечественные ФПВ-очки, обеспечивающие воспроизведение видеоизображения с камер беспилотных летательных аппаратов в режиме от первого лица. При создании ФПВ-очков учитывались особенности эксплуатации в ходе военных боевых действий. Все комплектующие подобраны с учетом работы в широком диапазоне температур. Первую промышленную линию серной программы, призванную снизить выбросы диоксида серы, запустили на Надеждинском металлургическом комбинате в Норильске. Это позволит объем выброса диоксида серы снизить на 20%, а запуском второй линии на заводе в следующем году уже более чем на 45%. Масштаб инвестиций только в основной технологический комплекс более 180 миллиардов рублей. Из них более 120 миллиардов уже по факту проинвестирован. Компания «Технониколь» открыла завод по выпуску и переработке субстрактов из каменной ваты для тепличных хозяйств в Ростовской области. Проектная мощность завода составляет 160 тысяч кубических метров готовой продукции в год. Это позволит обеспечить потребности 1600 гектаров тепличных хозяйств в России. Субстракты из каменной ваты используют в качестве заменителя грунта для выращивания растений в теплицах. Воздушно-космические силы России провели пуск ракет-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Присецк в интересах Министерства обороны России. «Союз-2.1б» используется для запусков космических аппаратов военного и гражданского назначения, в том числе коммерческих спутников. В частности, с помощью этой ракеты в космос выводятся спутники навигационной системы «ГЛОНАСС». Холдинг Росэлектроника начал поставки нового наземного комплекса «Орион-С» для связи с Международной космической станцией и космическими кораблями. Первая система установлена на предприятие «Решетнёв» в Красноярском крае. В отличие от существующего оборудования, новый комплекс обеспечивает видеосвязь с космическими кораблями в режиме приема и передачи одновременно. На Кубани запустили комплекс по выращиванию и переработке салатной продукции. Инвестиции в проект составили более 2,5 млрд рублей. Мощность комплекса «Салат из моря» составит до 5000 тонн продукции в год. Там будут выращивать такие зеленые культуры, как руккола, шпинат, салаты айсберг, романо, фриссе и радиччо. Селегдар начал строительство золотоизвлекательной фабрики и основных объектов производственного комплекса «Месторождение хвойное» в Якутии. В рамках проекта «Хвойное» предполагается строительство золотоизвлекающей фабрики мощностью 3 млн тонн руды в год. Ввод фабрики в эксплуатацию намечен на 2024 год. Ну а теперь вернемся к нашей новой убойной связке ПВО. Октябрь 2023 года войдет в историю комплексов ПВО как один из продуктивнейших месяцев со времен Вьетнамской войны. И виной всему вот этот красавчик – комплекс С-400. И, пожалуй, самой обсуждаемой военной темой последних дней в иностранных милитарежурналах, если не брать в расчеты сектор газа, это как по-новому раскрылась российская зенитно-ракетная система С-400 с началом активного применения отечественного самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 с литерой У. Совсем недавно наша авиация получила очередную такую машину с новым оборудованием и дополнительными усовершенствованиями по результатам последних событий. И почти сразу в стане наших противников образовался такой весьма обильный самолетопад, который многие недоверчивые люди приняли чуть ли не за пропагандистскую браваду. Особенно досталось истребителям МиГ-29, переделанным как носители американских бомб G-DAM и противолокационных ракет AGM-88 HARM. Но даже несмотря на туман войны, постепенно выясняется, что такие проблемы у неприятельских военно-воздушных сил действительно имеют место быть. Вот самолет А-50У. Два из них было получено в последние месяцы. И это моментально подняло работу комплексов ПВО и перехватчиков на новый уровень. Первым об этом с огромной радостью сообщили разведки именно тех стран, которые не пожалели денег и купили не самые, прямо скажем, дешевые российские комплексы. В частности, Индия, не так давно получившая 3-й дивизион С-400, даже раньше оговоренных сроков, а также завершившая модернизацию своих А-50 и Э, которых у нее на балансе имеется 3 единицы. Для индийцев новость о том, что эта связка валит самолеты пачками, звучит как музыка. Один из них главных геополитических соперников в регионе – это Китай. И в Китае в последнее время клепают боевые самолеты, по большей части реплики наших Су-30, J-16, просто устрашающими для нынешних времен темпами. А у индийцев из-за бюрократических проволочек и коррупции нет надежного собственного многоцелевого самолета в производстве. Индийцы рассчитывают, что с помощью своих А-50 в связке с С-400 смогут иметь преимущество над Китаем. Но вот только и у Китая есть С-400 и свои самолеты ДРЛО. Индийский легкий Теджаз все еще, мягко скажем, ищет свое место в строю, а производство российского Су-30МКИ, собиравшегося на заводах фирмы Хиндостан Аэронатикс из наших комплектов, лишь недавно возобновили на прежних производственных мощностях, уже в варианте Су-30СМЭ. Какое-то время индийские ВВС рассчитывали получить более современные истребители по новому тендеру, но, как и все в этой стране, этот конкурс превратился в подобие болливудского кино и привел лишь к скандальному приобретению французских рафалей, по цене дороже самолета пятого поколения. И вот теперь они рассчитывают в основном на 5 дивизионов С-400, приобретенных страной, даже несмотря на достаточно жесткие предупреждения американцев. Кстати, вот редкие кадры, тесты индийских С-400 в районе спорных земель Джамму и Кашмир. И вот что пишут об этом сами индийцы, а точнее, один из самых авторитетных в стране авиационных экспертов. Полковник ВВС в отставке, ветеран Каргильской войны из эскадрильи «Разящие стрелы», Виджайдер Тхакур, сам когда-то летавший на «Ягуарах» и МиГ-29, процитирую. «Сразу два модернизированных самолета дальней радиолокационной разведки и управления были приняты российскими воздушно-космическими силами в сентябре и октябре текущего года. Это моментально подняло качественный уровень как работы истребителей авиации, так и противовоздушной обороны. В авиации это старые, но очень быстрые и надежные перехватчики МиГ-31БМ с ракетами РВВ-БД. В ПВО российский комплекс С-400 «Триумф», который по совокупности качеств на сегодня один из самых совершенных и результативных из существующих. Принятый на вооружение модернизированного А-50У, как и его своевременные подсказки, С-400 через систему ДРЛО и У – это не что-то сверхновое, но очень надежное само по себе. Кроме того, очевидно, что у России появились дроны, способные уничтожать самолеты на промежуточных аэродромах. Нельзя также исключать, что публично необъявленные новшества могут иметь место и в модернизированный А-50У и в С-400». Индийцы собираются поставить свои С-400 в самых горячих точках своих пограничных районов. Большая их часть приходится на границу с Пакистаном. Также индийский эксперт добавляет, что из новации С-400 вполне возможно, что его самая дальнебойная ракета 40Н-6Е теперь имеет возможность напрямую получать целеуказания от самолета ДРЛО. И таким образом первоначально не будет задействован радар самого комплекса, который сейчас обнаруживается западными электронными средствами разведки и дает сигнал вражеским самолетам уходить из зоны досягаемости триумфа. До самого запуска комплекс работает в режиме радиомолчания. В своем блоге Тхакур отмечает, что если он прав, то Индии немедленно нужно сделать запрос на подобную модификацию своих А-50.